Социология, филология, культурология. Самарский университет, где главным остается аэрокосмическое направление, будет развивать и гуманитарные науки. На заседании попечительского совета обсудили, какое будущее ждет вуз. В расписании студентов может появиться истории техники, наработок на эту тему много. Также для изучения естественных наук планируют активно использовать ресурсы ботанического сада. В Самарском университете намерены развивать и передовые технологии. Сегодня Самарский университет входит в число тех, которым оказывает поддержку федеральное правительство. Задача войти в сотню ведущих вузов мира. Название Самарского университета можно встретить в различных национальных и мировых рейтингах. В этом году позиции улучшились, отмечает руководство вуза. Сегодня университет сотрудничает с коллегами из других стран. Одна из причин – успех спутника АЭС-2Д, который в прошлом году побывал на космической орбите. Достижение, которое признано не только здесь, но и в мире, и вот в ООН это обсуждалось. Нам сказали так, но если вы в самом деле запустите, и ваш АЭС-2Д заработает, то отбоя от заказчиков не будет. И вот в этом году у нас появились первые как бы ласточки, министр науки и технологий Шри-Ланки приезжал к нам в университет, и мы заключили с ним договор с университетом Артура Кларка, который хочет тоже заняться работой в области аэрокосмической техники. Что такое топ-100 мира? Это сплошные рейтинги. Самоучастие в этих программах, в этой программе, оно заставляет вовсю бежать впереди паровоза. А иначе, если ты хоть чуть-чуть отстал, то ты ни денег не имеешь, того не имеешь, этого не имеешь. Мы сейчас пытаемся пойти на более важные вещи. И не только для нас, но и, может быть, для страны в целом. Дорожную карту по стратегии развития ВУЗа необходимо утвердить в ближайшие месяцы. На особым счету технологии, которые уже сейчас служат на пользу людям. Создание беспилотников для зондирования земли, материалов для шумоизоляции и медицинских систем. Алина Чемерис, Константин Головин. События.